В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы подвести итоги этого дня и рассказать вам о самых заметных его событиях. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Значение церкви в истории родного города. Игумен Силуан провел традиционную встречу с прихожанами. Приступайте к водным процедурам, как будет работать городской бассейн и кто сможет посещать объект на льготных условиях. Проблема старая. Идеи новые. Общественники продолжают сбор предложений на тему оптимизации движения в районе путепровода. Уже завтра, 15 марта, как мы уже сообщали ранее, состоится торжественная церемония открытия плавательного бассейна в Кандалакше. Как будет работать объект, расскажем далее. В это трудно поверить, но все же история со строительством бассейна, начатая в ноябре 2011 года и стоившая областной казне более 70 миллионов рублей, закончилась хэппи-эндом – открытием долгожданного спортивного объекта. Сегодня съемочная группа программы «Пульс города» побывала в бассейне. Для того, чтобы еще раз убедиться к приему посетителей, он готов. Строительный мусор убран, помещения, коридоры, лестницы чисто вымыты. Чаша бассейна полная, чистой прозрачной водой. Работает система вентиляции, температура воды и воздуха соответствует всем нормативам и требованиям. Накануне здесь уже побывали специалисты Роспотребнадзора. Все необходимые замеры произведены, получены сертификаты соответствия. Все системы водоподготовки работают на сегодняшний день в норме. Вода действительно соответствует всем санитарным правилам и нормам. Есть заключения официальные, которые завтра, я так понимаю, можно будет предъявить населению. И опасаться за то, что бассейн не готов, или там вода ненадлежащего качества, или что-то там может оторваться и упасть, вообще не стоит. Потому что мы очень пристально работали в последнее время, последние три месяца с подрядчиком. Наконец-то нам удалось найти общий язык. И все вот такие недоделки, которые могут повлиять на работу бассейна, все устранены. Так что, как говорится, добро пожаловать. По информации Дюзш, функционировать бассейн будет без выходных. Со вторника по субботу посетить его можно в любое время в период с 10 до 22.00. В понедельник бассейн будет работать с 14 до 22 часов. По воскресеньям с 10 утра до 4 часов вечера. Ну и самое интересное – стоимость посещения. Цена билета для взрослых и детей с 14 лет составит 160 рублей. Для детей младше 14 лет – 80 рублей. Столько же стоит одно посещение бассейна для пенсионеров. Правда, льгота для них будет действовать только по будням и только до 17 часов. Ну что ж, бассейн построили. А вот другую проблему, связанную с организацией движения на, пожалуй, самом оживленном участке в районе путепровода, решить пока не удается. Строительство альтернативной дороги – дело затратное и долгое. А чтобы не скучать в ожидании, общественники предлагают землякам подумать над изменением вариантов движения на данном участке. Трудно угодить всем, но члены общественного совета при Кандалакшском отделе полиции надеются всем миром найти оптимальный, удобный и, главное, безопасный вариант движения транспорта в районе путепровода. Сейчас в сети интернет на странице общественной организации проводится прием предложений и пожеланий. Одно из них – автомобилям, движущимся со стороны АЗС Вега по направлению к 19-й школе, запретить прямой проезд через перекресток у путепровода. Или, например, организовать здесь круговое движение. Наши люди, русский народ, очень толковый, очень умный и очень креативный. И мы подумали вынести обсуждение проблемной развязки на данном участке дороги на общественный совет, куда привлечем и сотрудников ГИБДД, и автолюбителей, и прокуратуру, и тех же депутатов. И все вместе сообща мы выработаем какую-то единую систему, которая устроит и комиссию по безопасности дорожного движения, и ГИБДД, и автолюбителей. Сбор предложений Кандалакшан будет проводиться до 23 марта. Поделиться своей идеей можно в официальной группе ВКонтакте общественного совета или оставить свое пожелание в группе Пульс Города. После представители ГИБДД и местная администрация, а также общественники рассмотрят все предложения и выберут самый оптимальный вариант. Учиться, учиться и еще раз учиться. Похоже, что, как и много лет назад, этот завет вождя для многих кандалакшских школьников звучит как руководство к действиям. Речь сейчас о победителях Всероссийской Олимпиады школьников. Наш муниципалитет может по праву гордиться ими умными, инициативными и упорными. В этом году в региональном этапе Олимпиады участвовали почти тысячи учащихся 9-11 классов в общеобразователях организаций Мурманской области, в том числе 52 обучающихся школ Кандалакшского района. И впервые за многие годы наши школьники так успешно выступили. Два победителя и семь призеров. Сегодня для них был устроен торжественный прием. Здесь ребята не только услышали в свой адрес много приятных и напутственных слов, но и сами смогли рассказать о себе, своем участии в главном интеллектуальном состязании среди учащихся и любимых предметах. Я осознала, что английский сейчас везде, то есть русского недостаточно, чтобы понять аспекты жизни самой. И он везде используется, поэтому, чтобы лучше понимать мир вокруг меня. История была сначала как увлечение, затем я стал полгода, уже занимаюсь как профессионально, можно сказать. Ну а так, просто запоминается, откладывается в голове, интересно. Искусственно, это интересно. Оно включает в себя не только, то есть, допустим, литературу, оно включает в себя живопись, ну музыку. Я тоже очень хожу и мне очень нравится. Своим успехом ребята обязаны также тем, кто был с ними рядом, помогал и направлял своим родителям и учителям. Для них на встрече были подготовлены специальные подарки. Сами школьники также не ушли с пустыми руками. Но самое главное, что они получили сегодня, это признание – высшая награда за свой труд в учебе. Самые талантливые дети и приемные родители со всей Мурманской области собрались на большое общее мероприятие. В областном центре прошел фестиваль замещающих семей. Участие в фестивале, конечно, приняли и семьи из Кандалакши. Предварительно они прошли отборочный этап на уровне муниципалитета. Для участия в разных номинациях конкурса дети и их родители перетанцевали, мастерили, рисовали, шили, вязали и поддерживали спортивную форму. И тренировки не прошли даром. В областном спортивном конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья» в рамках фестиваля замещающих семей Мурманской области первое место заняла семья Головиных из нашего города. А двое опекунов и двое приемных родителей получили памятный адрес от министра образования и науки Мурманской области за достойное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Как на Крайнем Севере зарождалось христианство, как жила церковь и почему ее история неразрывно связана с историей Кандалакши? Об этом и многом другом накануне рассказал настоятель церкви Рождества Иоанна Предтечи Игумен Силуан. В отделе содействия Центра Гармония прошла открытая встреча с горожанами. Такие встречи в нашем городе проходят в период Великого Поста вот уже 10 лет и давно стали доброй традицией. И посетители у этих встреч тоже в основном постоянные. А вот темы каждый раз новые. То, что интересно, актуально и познавательно. Темы выбираются людьми и диктуются людьми. И, как правило, я эти темы не делаю такими, о которых рассуждать нельзя или неуместно, несвоевременно. Я беру эти темы и говорю на эти темы с людьми. Собственно, вот так рождается в процессе обоюдного обмена мыслями, рождаются тематики этих встреч. В этот раз все пришедшие смогли узнать об истории появления церкви и православия в нашем крае. Также настоятель ответил на все вопросы, которые задавали участники встречи. Причем даже после ее окончания. В зале не было ни одного свободного места, что ярко свидетельствовало о том, что людям действительно нужно общение с представителем церкви именно в таком формате. Когда идет встреча в церкви, ты уже приходишь туда на службу. Ты приходишь не к самому батюшке, а на встречу с Богом, как говорится. А сюда ты приходишь именно на встречу с батюшкой, чтобы узнать что-то новое. Встречи, конечно, эти очень полезны. Надо отметить, что эти встречи также отличаются особой дружеской атмосферой. Здесь нет полемики, но есть диалог, полный взаимовыжения. А потому и традиция встречаться во время Великого Поста непременно будет жить в Кандалакше и дальше. На этом наша программа подошла к завершению. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в это же время. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова